За свои кошельки российские водители переживают больше, чем за собственной жизни, показывает практика. Установка комплекса фото- и видеофиксации на опасных участках и, соответственно, штрафы за нарушения привели к снижению аварийности, констатируют специалисты. Вопрос, насколько эффективно работают такие комплексы в Чувашии, стал еще одной темой совещания. К концу февраля количество нарушений правил дорожного движения, которые выявили благодаря комплексам фото- и видеофиксации, в Чувашии перевалило за 25 тысяч. Это только за два месяца текущего года. Если брать год в целом, то за 2015 автовладельцам пришло 372 тысячи постановлений. Общая сумма по ним составила 217 миллионов рублей. В 2014 году было 319 тысяч постановлений на сумму 189 миллионов рублей. За счет нарушителей в казну региона могло бы поступить еще больше денег, если бы все комплексы, а их по республике 118, работали исправно. По подсчетам специалистов, с начала этого года бюджет недополучил около 30 миллионов рублей. Ежемесячно, еженедельно 10-15 комплексов выходят из строя по причине недообслуживания. Из 118 сколько на сегодняшний утро работает? Работает порядка 70%. А остальные 30%? Остальные в течение каждой недели. В 2015 году в ходе оптимизации Минтранса было произведено казенное учреждение дирекции повышения безопасности дорожного движения. И эксплуатация в 7 виде фиксации. Его функции были возложены в Чуваш Упердор. В результате работа с комплексом фото- и видеофиксации нарушения ПД фактически осталась бесконтрольно и отошла на второй план. Отсюда мы добавляем значительное снижение эффективности использования этих комплексов. Тем не менее, расслабляться автомобилистам не советуем. Глава Чувашии дал задание всем ответственным органам исправить ситуацию в самое ближайшее время. Михаил Игнатьев подчеркнул, что на первом месте должна быть безопасность людей.